всем привет меня зовут алена и в сегодняшнем видео мы с вами сделаем цыпленка его можно использовать также дополняя свои какие-то цветочные композиции ну и конечно же самостоятельно но если вы хотите поддержать меня и мой канал подписывайтесь на мой boost it ну а также подписывайтесь на мой telegram канал где я показываю все что происходит в моей повседневной творческой жизни жду вас там но теперь мы с вами приступаем меня вдохновили вот те самые нитки это сто процент и полиэстер производства турции это плюшевая пряжа посмотрела на них и сразу захотел сделать цыпленка кстати как идея девочки из моего telegram канала сказали про синельную проволоку и я скажу тоже отличный вариант просто наверное ее понадобится намного больше из фольги я делаю форму цыпленка сначала сделала туловище затем для меньшего использования фольги я взяла пенопластовый шар приклеила его вместо головы и оборачивала дальше тоже фольгой делала форму цыпленка ваш цыпленок может быть совершенно любого размера из жесткой проволоки у меня флористическая я делаю ножки из двух проволочек одинаковых я сгибаю делаю саму ножку ну и третий пальчик приклеиваю посередине и 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 так далее. Чтобы затем все декорировать, я взяла вязальные хлопковые нитки. Можно было взять сразу коричневые, но единственное у меня нету их, поэтому я дальше их красила. Но если у вас коричневые нитки есть, светло-коричневые желательно, то обматывайте сразу ими и не нужно будет дополнительных манипуляций. Аккуратно обматываю сначала одну ножку, а затем другую. Субтитры создавал DimaTorzok Вот таким образом она должна выглядеть и выгибая пальчики, я затем буду смотреть так, чтобы она у меня хотя бы стояла. Ножки готовы и вставляю в свою основу. Можно было сразу же приклеивать, но так как у меня проволока длинная, я даже не приклеивала. Но долго-долго я делала так, чтобы мой цыпленок стоял, он постоянно у меня завалился в одну или в другую сторону. Ну а теперь можно декорировать нитками по кругу, я начинаю аккуратненько все приклеивать. И тут конечно же нужно приклеивать со всех сторон, чтобы надежно держалась и нитки не торчали. Кстати да, кто умеет вязать, могут конечно же и связать такого цыпленка, но у меня так и возможности нет. Субтитры создал DimaTorzok Крылышки. Крылышки я вырезала просто из фоамирана, можно использовать плотную бумагу или фоамиран. Тоже обклеиваю нитками. Крылышки я вырезала целую бумагу. Крылышки я вырезали. вот таким образом затем мы в дальнейшем их приклеим обмотала я также голову и из головой и немножко помучилась на теперь приклеиваем два крылышка делаем клювик клювик я тоже делаю из фоамирана но если у вас что-то есть подходящее по форме то конечно же можно это тоже использовать склеиваю подрезаю до нужной мне длины и приклеиваю на место также я решила что мой цыпленок будет в красивом весеннем веночке я буду делать из разных искусственных цветов также добавляла ленточки и листья и Субтитры сделал DimaTorzok Двенок готов и можно его приклеивать на цыпленка. Также я подкрашиваю ножки в коричневый цвет. Я сильно развожу акриловую краску и подкрашиваю. Они, кстати, у меня даже не равномерно одного цвета, но это добавляет только объема. Также слегка подкрашиваю клювик и глаза. Хорошо было бы использовать черные бусины или же полубусины. У меня ничего подобного нету, поэтому я беру подходящие по размеру ягодки. Они у меня пластиковые, поэтому я их приклеиваю на суперклей, потому что термоклей пластиковые ягодки может не держать. И закрашиваю черной акриловой краской и добавляю брики. Также еще слегка я подкрашиваю сам клювик. Тут я решила добавить немножко объема вокруг глазок, намочила пряжу, немножко подрисовала, чтобы было похоже на синяки. Но после высыхания вроде бы смотрится и неплохо. Но лучше всего вообще тонировать подобные вещи именно сухой или масляной пастели. Но еще как идея тени для глаз тоже хорошо подходит для подобных работ. И на этом мой маленький цыпленок готов. У меня получился вот такой маленький пушистый цыпленок. Декорировать можно его по-разному. Можно не обязательно сделать венок на голове, просто мне не нравилось место соединения самих ниток. Поэтому я его добавила. Можно добавить шляпку, но можно просто повязать ему какую-нибудь ленточку. на шее тут выбирать только вам. Ну а если вам понравилась такая идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok